У меня есть тайное подозрение, что если сейчас, что это примерно, как знаете, со снятием мэра. Вчера мы все были поклонники Лужкова, а теперь мы все поклонники Собянина. Я уверен, что мы его благополучно выберем. Дело в том, что у нас есть много разных вер. Но основные веры, которые у нас есть, это вера языческая, я вам сейчас расскажу, почему, и вера интеллигенции в то, что народу нужна вера. И так как большая часть так называемой интеллигенции не очень понимает, в чем, собственно, такие уж радикальные отличия Ветхого Завета от Нового, Более того, оба Завета, мы в них верим, в оба эти Заветы, правда? А Ветхий Завет имеет свои огромные преимущества. Ведь заповеди, ну, в Ветхом Завете гораздо больше закона и запрета, чем в Новом. А в Новом запрет заменен религией любви. А религия любви – это штука такая, которую надо чувствовать, внутри себя переживать. Должна быть какая-то духовная работа. А так как большая часть людей, которые называют себя верующими, на какую духовную работу не способны, и на самом деле остаются сугубыми язычниками, я думаю, что ничего не произойдет, если сейчас президент объявит, что у нас завтрашнего дня в стране иудаизм. Ничего. Многие подумают, надо же даже подумать, хорошо, потому что там больше законов. Я думаю, что старшего поколения будет рада даже, если президент ведет законы шариата. Ну, потому что ворам же руки будут рубить. А вы послушаете, что говорят люди, которые звонят на радио, например. Вы услышите, да, голову рубить, расстреливать. Я это слушаю уже больше десяти лет. Христиане так говорить и думать не могут. Не то чтобы не хотят или затыкают себе рты, они так думать не могут. Христианство – это совершенно другой способ мысли. Вот в этом всегда и были трудности христианизации сознания. На самом деле, насколько я знаю, в времена крещения Руси страшного ничего не происходило. Ну да, действительно, матери боялись отдавать детей в монастырские школы при храмах. Ну, это понятно именно потому, что там жило в этих храмах, в этих монастырях, что-то такое большое и непонятное. Конечно, я его прощаю, потому что коротко об этом никаким образом не рассказываешь. Но на самом деле, то, что мы называем язычеством, это тоже в высшей степени сложная штука. Поскольку опять это понятие, которое идет с стороны христианства. Язычество бывает чрезвычайно разным. Но есть нечто, суть психологическая, которую мы вкладываем в понятие язычества. И эта психологическая суть заключается в возможности управлять богами. Вот то, что люди хотят назвать язычеством, но, в общем, не очень понимают, о чем они говорят, это на самом деле гораздо точнее и проще называется суеверием. Суть простой суетной веры, суеверия, она заключается в том, что я прихожу на копище, в храм или в монастырь, вполне себе христианский. Я должен совершить определенный набор действий или в древности в язычестве принести жертву для того, чтобы Бог выполнил мои желания. Если я сделаю все правильно, Бог мои желания выполнил. А если я сделаю что-то неправильно, Он может меня наказать. Вот, что мы имеем в виду, когда говорим о язычестве. Ведь понимаете, что ужасно, что храмы полны людей, которые пытаются управлять Иисусом Христом. Ну, как бы я приду, помолюсь, и Он мне даст. Что даст? Ну, все того же. Денег, успеха, женщин, счастья моим детям. Это и есть язычество. И в некотором смысле этого слова, оно никогда не было преодолено. Оно просто сменило имена богов. Ну, там функции, ну, это все знают, и я не думаю, что об этом стоит подробно говорить. Ну, там, я не знаю, часть функций Перуна перешла к Святому Николаю. Да, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вся проблема, это всегда было так. Вся проблема заключается в том, что единобожие вообще, это вычленение, как будто, вот если сравнивать с интеллектуальной деятельностью, чего-то общего в огромном количестве разных очень сложных понятий. Вот в этом заключается, да, некоторая интеллектуальная деятельность. Мы берем много-много понятий, и потом выделяем из них что-то основное, какую-то основную мысль. Мы никогда не можем быть уверены, что мы это сделали правильно. И эта наша уверенность в правильности основана на некотором чувстве внутреннем. Это такая форма абсолютно иная. Христианство – это абсолютно иная, непривычная нам форма познания. Это форма познания, которая позволяет обнаружить единое начало внутри самого себя. Царство Божие внутрь вас есть. И люди, которые привыкли пользоваться только конкретными, буквальными образами внешнего мира, и которые хотят всего лишь манипулировать богами и не задумываться ни о сути этого понятия, ни о том, что это что-то, что непрерывно присутствует в твоей душе, но стараются тебе не мешать. И поэтому нужно потратить колоссальное усилие, чтобы до него добраться. Все эти сложности большей части людей никогда не были нужны. Вот в этом колоссальная сложность христианства. Вы представляете себе? Вы приносили жертвы, ну, скажем, Перуну. Вы танцевали на весенних ритуалах, встречали солнце. И все было понятно и замечательно. Потом вам сказали, что нужно верить в Бога, который сам себя распял, и еще который триедин в лицах. А еще за всем этим стояло требование вот той самой учебы и познания вообще. А изначально это было именно так. Понимаете, какая штука? Я вообще, честно говоря, думаю, что не имеет ни смысла, ни возможности говорить о том, что на Руси была когда-то какая-то, если про Русь мы говорим, религия типа христианства. Дело в том, что... Ой, извините, типа. Какая-то религия помимо христианства. Проблема в том, что само понятие религия, не вера, а религия, подразумевает существование некого единого текста. Или книги с откровением, или мифологического свода. Единого. Вот тогда мы можем говорить о религии. В строгом смысле этого слова мы даже не можем говорить всерьез о существовании на Руси культуры, в нашем понимании этого слова, до прихода христианства. Точнее говоря, она была. Но она была устная, неопределенная. Она существовала в множестве устных преданий, о которых мы можем только догадываться. Потому что текстов не сохранилось никаких. И я не стану уж говорить об очевидном, о том, что всякие разные двересовые книги и так далее и тому подобное являются позднейшими спекуляциями, давным-давно изначально опровергнутыми нормальной исторической наукой. То есть не будем обсуждать попытки вот таких псевдодоказательств, особенностей русского пути. У нас особенность эта заключается в том, что у нас даже вот это язычество стало оформляться при посредстве христианства, через его святоотеческий свод. Потому что, грубо говоря, если бы Перун не стал святым Николаем, то мы бы и о Перуне бы толком никогда не узнали. Мы, по крайней мере, как это можно предполагать сегодня исторически, включились в этот свод христианства. Любое включение, конечно, вызывает трудности. Но главная трудность, вот я уже описал эту проблему, ну, могу, не знаю, насколько это будет понятнее или путаннее, но вот крещение Руси и возникновение первых храмов на Руси было связано с именем Софии при мудрости Божией, одним из самых спорных и сложных вопросов христианства. София – это образ, который появляется в Ветхом Завете. Сейчас не буду подробностей об этом рассказывать. И потом почему-то возникает как основа, по крайней мере, как центр, храмовый центр и византийского христианства, исследовав за ним русского. Сам образ Софии в Ветхом Завете – хахмы при мудрости Божией. Как считают очень многие исследователи, я помню только Сергея Сергеевича Аверинцева, очень тесно связан с именем Афины Павады. Поскольку, смотрите, она девственница, она родилась из головы Зевса, у Зевса болела голова, он ее расколол, и оттуда вышла Афина Павада. Поэтому, несомненно, является олицетворением, воплощением его ума, при мудрости его. А еще она являлась защитницей греческих городов и ремесел плотницкого дела, мастерства. На куполе собора Святой Софии огромная мозаика богоматери Аранты, которая воплощает Софию в храме. И она делает жест благословляющий, поднимая две руки. Это вообще традиционно считается выконописи жестом молитвы. Но это со времен Афины Павады жест защиты. И символика, в общем, понятна. Там идет из 45-го псалма надпись вокруг «Град в центре Бога». Я попробую так перевести. Существует несколько вариантов перевода. И символика этих церквей, в общем, понятна. Премудрость, божественная премудрость во все времена была защитницей городов. Вот смотрите. Для того, чтобы мы это отследили, нужен свод олимпийских мифов. Мы не можем, мы можем вспомнить про Афину. Но Афина – это не богоматерь и не София. София вбирает в себя понятие об Афине. А вспоминаем мы об этом именно потому, что существовала письменная культура, которая Гомер, салон, самый знаменитый певец песен к Афине Паваде. Если этого свода нет, мы даже корень этого переживания нащупать не можем. И поэтому всерьез говорить о каких-то наших языческих корнях в принципе невозможно. Потому что по одной простой причине – материала нет. Его нет. мы можем говорить о том, как, да, с языческих времен из разрозненных образов богов кристаллизовалось внутреннее понятие, вот эта великая идея божественной премудрости, богоматери, защитницы городов. Что было самой большой проблемой? В самом первом русском, философском, богословском тексте «Словие о законе и благодати» митрополита Илариона «Словие о законе и благодати» Он, знаете, к чему зовет? Он зовет к умудрению, в частности, бояр. Он просит, молится ей и просит умудрить бояр. Все то, что мы называем знанием, наукой, книжностью на Руси, это все рождается и с этой первой молитвой митрополита Илариона она же премудрость, поэтому она знание. Обучение детей какому-то знанию впервые систематически начинается именно в этих школах, прихрамах и монастырях. И София это конечно зовет на Русь знания и с помощью премудрости своей хочет защитить города русские. Сначала Киев, потом Новгород, потом Полоцк, да, там везде храмы Софии, как они делают пространство города священным, наполняют его знанием, опять же знанием. И поэтому какое было сопротивление? Ну вот оно и было всегда. Это было всегда сопротивление суеверия знанию. В этом проблема. Может быть, это и вообще есть самый главный конфликт человечества, который порождает все его безумства, я позволю предположить. Поскольку есть люди, которые хотят легко и просто, сэкономив время и усилия, научиться управлять Господом Богом. Ну, жить просто, как завещали предки. Ты там столько-то раз в неделю или в месяц приносишь жертву правильно такому-то Богу, и все, ты живешь хорошо. Корень язычества лежит там же, пишем, да? Корень язычества лежит там же, где все остальные корни в начале, в книге Бытия. Когда Адам и Ева хотят съесть волшебное яблоко и стать как боги, они экономят время и усилия. Ну, можно ничего-нибудь сожрать, чтобы стать как боги, можно отдать там, я не знаю, какую-то часть своего тела, чтобы стать как боги, можно принимать наркотик, чтобы стать как боги. Вся беда в том, что из этого ничего не может получиться. А человек хочет жить именно так, несмотря на то, что ему многократно разными способами объяснили, что этого не может быть, потому что это противоречит как раз тому самому божественному закону этики, нравственности. А он все равно хочет жить так. И от этого сходит с ума. Ведь мы сейчас говорим не только о традиции, но и о некоторой форме самолюбия, самоидентификации. Правда? Вот у меня все должно быть в жизни по-особенному. Вот там у других я не знаю как, а у меня все в жизни должно быть не так, как у всех, а по-своему. И у меня я обязательно мне кто-нибудь принесет это яблоко и я буду как Бог. Ну, на меня могут деньги там свалиться горой, или меня могут выйти замуж за принца, или я могу там, как сейчас замечательно совершенно меня спрашивали недавно, в какой бы монастырь поехать, чтобы просветлиться немедленно. Я уже много раз встречал людей, которые дамы в основном сидят дома, не работают, и мужьям говорят, что на самом деле они ощущают, что они призваны, и скоро Бог у них в голове, Он даст им задание. Я это много раз повторял, и не очень хотят меня понимать на самом деле. Я все время пытаюсь объяснить, что Бог христианский, единый, в общем-то никакой, ни Будда, ни Аллах, ни Христос, не могут звучать в голове громкими голосами, потому что они предоставили человеку свободу из своих заветов. А как только они говорят громким голосом «иди туда и делай то», они лишают человека свободы, нарушая свой завет. И поэтому голос Бога в человеческой душе это очень тихий голос, до которого надо добираться. Для этого существует огромная работа в нашей традиции, которая идет от блаженного Паламы, она называется исихазмом. Но это гигантское внутреннее делание, умное делание. Между прочим, святой Сергий Радонежский и блаженный Феофан Затворник, по всей видимости, хотели сделать из этого политический проект, пытаясь объяснить, что в России каждый должен обнаружить этот труд, ведущий к Богу. Ну, конечно, в России все равно оказалось подавляющее большинство язычников, которые и к христианскому Богу относились сугубо язычески. и они хотели, чтобы он им помогал жить, защищал. Готовы были совершать ритуалы. И вот тут вот очень страшная штука происходит, потому что когда человек надеется на волшебное яблоко, это же самая глубоко скрытая такая тайная его надежда. Но годы-то идут, а надежда это рушится. И от этого человек сходит с ума. Потому что мы не можем жить без надежды. Вдруг выясняется, что твоя жизнь бессмысленна, ничего не стоит. А ты всю жизнь надеялся на волшебную палочку принца, еще на что-нибудь. Или на того же Бога. А Он тебя взял и обманул. И это причина бреда. Ты все сидел и ждал, что Бог должен тебя позвать. Ты хотел услышать его голос в голове. У тебя есть шансы услышать собственные галлюцинации. дальше это очень сложная история. Получится большая лекция. Я пытаюсь объяснить, что все основано на этой надежде и на ее крушении. Вот на этом основано безумие. для того, чтобы человек не чувствовал крушения собственных надежд на то, что его признают, оценят, призовут, он и пьет. Разве нет? Он пьет для того, чтобы чувствовать уважение к себе, которому ниоткуда взяться в объективной реальности, поскольку на самом деле он никто ничто и звать его никак. Он же не хотел работать, он ждал, что кто-нибудь ему даст. Молился, в церковь ходил, исповедовался, причащался. Только это бессмысленно, потому что таинство в таинстве его чувствовать никто не научил. Он пытался им пользоваться как магическим актом, потому что под словом язычество мы имеем в виду примитивную аналоговую магию. Я дам Богу, а Он мне. И вот это язычество ассимилировало под себя все. А вместо него возможно только духовная работа об этом об этом и Сергей Радонежский в общем все наши святители и сих асты. Можно предполагать Владимир об этой глубокой работе в духовном задумался для него это был политический акт. Я думаю, что для него это был сугубо политический акт. Он искал выгоды, правда. Я думаю, что в этом политическом акте была связана для него очень глубокая мысль. Он тоже хотел, чтобы у разрозненных племен образовалась единая культура. Он же в общем величие Владимира с моей точки зрения заключается именно в том, что он понимал для того, чтобы как-то объединить народ в первую очередь нужна общая вера. вера. он не был сихастом, и я думаю, что он не понимал христианство глубоко. Но ведь только это нас объединяет, правда? Только объединяет нас... Сейчас посклюплю. Но только опять объединяет нас вера. А вера это чувство присутствия единого всеобщего начала в глубине души. Чувства. А не ритуал, не заповедь и не догма. Вера это совсем другое. Ну как можно? Конечно, у нас большинство храмов сугубо языческие. Я могу пожаловаться, что когда... Очень жаль, кстати, говоря, что когда я приехал в Питер, и когда Казанский собор передали православной церкви, мы туда пришли с моим младшим сыночком, которому было сейчас не вспомню, около пяти лет или шести до школы. И он... А он тогда почему-то страшно любил церкви. Без всяких моих пунок, ему просто страшно нравилось. Он бегал там по московским церквям, когда мы проходили, беседовал с умным видом со свящей. Страшно любил. видимо, что-то в нем доверяло храму. И мы пришли в Казанский, а там праздник был какой-то, и было страшное количество народу, и самое главное, он же огромный, и алтаря было не видно, и меня ребенок попросил, пап, возьми на руки, возьми меня на плечи, я посмотрю. Ну, я взял его на плечи и посадил. Тут на меня, знаете, как две черные птицы вылетели, дядька с теткой в черных одеждах, стали посреди храма на меня кричать, что вы делаете, это смертный грех, вы все испортите, снимите ребенка с плеч. Ну, понятно, что я выяснять же отношения не буду, я сказал, ладно, ладно, все, снял ребенка с плеч, и мы вышли оттуда. На что он мне сказал, пап, они тебя хотели убить, такая была ярость у христиан. Я больше никогда в церковь не пойду. Вот ему сейчас будет 16, он яростный атеист. кто бросается на людей в христианском храме? Ну, язычники, конечно. Язычники, которым нужен ритуал. Которые, понимаете, ведь почему они бросаются на меня? Потому что они хозяева Господа Бога. Они им управляют и знают, как должны люди правильно себя вести. Что это такое? Ну, язычество. Они практически меня и моего ребеночка хотели в жертву принести, психологическую, конечно. Кому? Христу? Да Боже упаси. Магии, некому магическому ритуалу, то есть тому единственному, во что они верят. хватит с вас на сегодня. Я хотел просто немножко продолжить разговор после того, как начальство ушло, то есть после того, как съемки закончились, потому что вообще в формате телевизионного интервью иногда не успеваешь сказать чего-то самого главного. Не знаю, может быть, я немножко повторюсь, но я все время пытаюсь объяснить, что дело не в религии, я говорю не о вере, это гораздо более сложное понятие, а о той системе представлений, которую человек называет религией. Дело не в ней, а в том, каким образом люди пытаются эту систему представлений использовать. вот здесь зарыта самая главная проблема. Ну, вот, например, возвращаясь к вопросу корреспондента о том, а что будет, если президент предложит завтра вести ислам на всей территории России. Я ведь не случайно говорю, да, скорее всего, все засядут, задумаются, подумают, да, это неплохо, по той простой причине, что в действительности когда наше старшее поколение, особенно старшее, ну, собственно, и младшее тоже кричит всех воров, надо сажать и расстреливать, руки отрубать, мы как-то забываем, что на самом деле говорим-то мы о чем-то похожем на законы шариата. И более того, эти законы шариата в кавычках нам знакомы по сталинским временам по той простой причине, что те тройки, которые осуждали человека на ровном месте на смерть, ну, в общем, действовали исходя из своих, давайте скажем, в кавычках религиозных представлений. Вот, собственно, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что на самом деле то, что происходило в 30-х годах к законам шариата упаси господи, никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к тому самому язычеству, о котором я говорил во время интервью. Ведь на самом деле так бывает христианство и христиане, точнее говоря, бывают по-разному относящиеся христианство христиане. Точно так же бывают и разные язычники, потому что я очень хорошо отношусь к язычеству. Меня, как любого аналитика, очень интересуют древние мифы, на которых оно основано. Да и нельзя вообще как-то принципиально и глобально разделять язычество и христианство. Потому что мы говорим о духовном развитии человечества, о том, каким образом в человечестве созревала и формировалась мысль о своей собственной первопричине, о Боге. и в язычестве все зависит от того, точно так же, как в христианстве, с какой целью его используют люди. И вот об этом мы задумываться совершенно не умеем. Ну, например, вот это прозвучит в передаче мне рассказал корреспондент о том, что в Украине в очередной раз зарегистрировали некую языческую религию. И люди для того, чтобы ее зарегистрировать, она же должна иметь свою структуру, так как они не нашли корней некого украинского язычества, то они взяли основополагающие мифы из мифов скандинавских. То есть деконструировали, сотворили эту религию. И вот если мы задаем себе вопрос, с какой целью это делается, вот тут все становится на свои места и начинаешь понимать, что такое язычество, а что такое христианство. Зачем это нужно? Да для того, чтобы доказать, что у Украины свой особый, независимый, даже от славянства в целом, я уж не говорю, от Руси путь. Это делается с целью обоснования национализма. И мы с вами все время забываем, что Анненербе, главная теоретическая организация СС, называлась Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков. И знаменитые основатели Анненербе, профессор Герман Вирт, Карл Хоус, Хофер, я не буду сейчас обсуждать эти исторические корни, сделали ровно то же самое. Они взяли скандинавские мифы, скандинавский мифологический свод, и из него деконструировали германское язычество. К собственно германскому язычеству это не имело никакого отношения, это было продуктом их творчества, и это творчество имело конкретную цель показать особость пути немецкой расы, ее преобладание над другими расами, чего в подлинном язычестве на самом деле никак не может быть, ровно так же, как этого не может быть в христианстве. Мы сегодня очень много говорим об особом русском пути. Это вообще не христианская фраза, это фраза вот того националистического язычества, по той простой причине, что путь у каждого народа особенный. А вот особый путь означает особые права этого народа на владение материальными благами или властью. Не больше и не меньше. И поэтому, как только я слышу особый путь, я тут же слышу в этом особые права, необходимо язычество, необходима конструкция национализма. Когда так говорят люди, которые при этом носят на шеи кресты и именуют себя якобы христианами, то это вообще беда. По той простой причине, что спаситель сказал, нет больше элина и иудея. Есть мы. И чем например путь английского народа менее особый, чем путь народа русского? Почему я вспоминаю об английском народе? Потому что английский мифолог Джон Толкиэль написал знаменитую эпопею Властелин колец ровно с той же целью, с которой было создано, которая была заявлена при создании Аненербе. Он написал в предисловии, что английский народ утерял свои космогонические мифы. И я фантазирую, пытаясь представить себе, как этот космогонический миф тех самых древних кельтов, тех самых древних бритов мог выглядеть. Однако Толкиэн нигде не написал, что он создает религию, что так оно и было. Он написал роман, художественное произведение и честно в этом признался. Но ведь в сущности германская мифология Германа Вирта или украинская мифология вот тех людей, которые зарегистрировали очередную религию, это тоже роман. И точно таким же, может быть, очень хорошим романом является там наша Велесова книга. Вся вся беда начинается тогда, когда эти романы начинают использовать не с целью, чтобы молодежь читала прекрасную сказку, а с целью обосновать вот эту самую особость, свое право на власть. Я когда-то написал такую книжку, забытую, поиск ведения она называется, в этой книжке я уже вспоминал африканских бушменов, полностью уничтоженных в ЮАР, и исследователей, которые в тюрьмах брали интервью вождей племени для того, чтобы изучить те самые языческие мифы. И меня потрясла там фраза одного из старейшины уничтожаемого племени, который сказал, только тот шаман настоящий, который хочет, чтобы каждый человек племени стал шаманом, чтобы каждый человек сам мог общаться с богами. То, что мы именуем язычеством, именуем пренебрежительно с нашей высокой христианской точки зрения, на самом деле есть этап становления человеческого сознания и его отношения к Богу. И все очень зависит от старейшин, шаманов, вождей. Если они стремятся к власти, то возникает особость преобладания народа, национализм. в подлинных корнях древней духовности. Конечно, ничего этого не заложено, просто человек может пользоваться этим в своих интересах. Огромную власть в древнем мире давала право говорить от имени Бога. И такую же власть во время социализма имела право говорить, ну, например, от имени Сталина или от имени коммунистической партии. Сейчас очень многие пытаются судить других от имени Христа. Вот они язычники, поскольку они стремятся к одному единственному, к власти и к преобладанию. а не к духовному поиску. И тех людей, которые занимаются духовным поиском, пытаясь восстановить танцы, мелодии, которые пытаются искать у себя в душе языческих богов, я даже на секунду не осуждаю и не пытаюсь осуждать под той простой причине, что если они будут продолжать этот поиск, то они через некоторое время поймут, что они постепенно приближаются к христианству. Ну, как бы личный духовный поиск почти всегда повторяет духовный поиск всего человечества, если он искренен, если это поиск богов в себе, там же, где царство божие христианство внутри вас. И поэтому стоит задуматься, в каком смысле мы используем слово язычество и что именно дают религиозные организации такого рода их лидерам, вождям, теоретикам. Вот, собственно говоря, главная проблема, о которой шла речь.